Новые долгожданные в Барнаульском микрорайоне Социально-налоговый вычет коснется не всех, кто сможет вернуть деньги за занятия спортом. Нерожденные для клетки. Почему свободные птицы живут в неволе? И начнем выпуск с новости федерального масштаба. Но она может иметь непосредственное отношение к жителям нашего региона. Комитет Госдумы по охране здоровья сегодня одобрил законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении. А на днях проект о работе системы QR-кодов одобрило большинство депутатов Алтайского края, впрочем, как и народные избранники других регионов страны. Кроме самого отзыва, наши парламентарии направили федеральным коллегам свои предложения по данной инициативе. Среди них, в частности, предложение ввести альтернативу QR-коду, справку о высоком уровне антител или отрицательный ПЦР-тест, прописать конкретный список мест, где нужен QR-код, установить единый срок действия кода для вакцинированных, переболевших и тех, кто имеет медотвод. Для изучения предложения всех субъектов уже не так много времени. Первое чтение законопроекта в Госдуме назначено на этот четверг. Добавим, днем ранее Госдума отложила рассмотрение другого законопроекта о QR-кодах. Их в итоге не будут вводить в самолетах и в поездах. В Барновском микрорайоне Восточный открыли новое отделение детской поликлиники. Объект долгожданный, местным жителям приходилось даже добиваться его строительства. Как удалось в быстрые сроки возвести социально значимое учреждение и какую проблему еще предстоит решать специалистам, расскажет Анастасия Наборщикова. Два года назад отделение поликлиники выглядело так. Штукатурка осыпалась, крыша текла, а электропроводка на грани замыкания. Простояв полвека, единственный детский медпункт в микрорайоне Восточный стал не спасением, а угрозой жизни маленьких пациентов. Наши внуки, наши дети. Когда объявили о закрытии поликлиники, мама и папа стиг ужас. Речи о ремонте не шло. Работал всего один врач и медсестра. На них приходилось полторы тысячи пациентов. Тогда чиновники такой поток посчитали несерьезным, но массовые пикеты вразумили ответственных. Сейчас ждем очень сильно, когда откроется это отделение. Здесь очень удобно. Здесь наши местные врачи работают уже, наверное, я не знаю сколько, 2,20, наверное, работают. Мы все их знаем, то есть они всегда нам идут навстречу, всегда могут принять в удобное для нас время. Сегодня родители ждут января, когда откроют новое здание. В августе здесь заложили фундамент и за 4 месяца смонтировали металлический каркас и собрали сэндвич-панели. Получилось здание модульного типа. Он очень теплый. Здесь свой электрокотел установлен в этом здании. То есть мы можем функционировать в автономном режиме, скажем так. А чтобы летом было комфортно, приточная вытяжная вентиляция, она установлена в каждом помещении. Такую конструкцию возвели и в алтайских районах. В этом году, например, в списке был Хабаровский, Заринский и Первомайский. Всего построено 17 ФАПов. Правда, в крае их более 800, говорит замминистра Минздрава. И новое здание необходимо каждому району. Филиал Перводетской обошелся в 13 миллионов рублей. Это 12 миллионов и 700 тысяч рублей из федерального бюджета на стройку, плюс еще 500 из краевого на мебель и оборудование. Врачи довольны, они видели, как было до. Но главная проблема еще не решена. Как и во всем крае, конечно, мы страдаем от того, что у нас дефицит кадров имеется. Здесь у нас работает один участковый педиатр и одна участковая медицинская сестра и будет регистратор. Врачи говорят, оклад педиатра 9200 рублей. Правда, есть еще стимулирующие. Из заведения двух участков, как здесь, педиатры получают двойную ставку, хотя и рад бы иметь меньшую нагрузку. К сожалению, поделиться ею так же реально, как повсеместно построить новые необходимые ФАПы за 13 миллионов рублей. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком. Вернуть часть денег за занятия спортом смогут не все жители края, а только те, кто являются клиентами 37 фитнес-центров и спортклубов. Список организаций утвердило Министерство спорта региона. О социальном вычете за спорт, который можно будет получить со следующего года, а также о других изменениях налоговой сферы сегодня во время пресс-конференции рассказало руководство налоговой службы края. Спорт должен стать доступнее. С такой целью и задумывали новый социальный вычет. Вернуть 13% от расходов на занятия можно уже в следующем году. Но прежде советуем узнать, попала ли спортивная школа или центр, который вы посещаете. Список утвержденных. Он размещен на сайте Минспорта региона. Подчеркнем, независимо от общей суммы затрат, размер вычета ограничен. В совокупности не должно быть больше 120 тысяч рублей. То есть предоставляется и того, общая сумма налогов, который может по всем видам быть возвращен, 15,6 тысяч. 15 600 рублей. Еще один вопрос, которому на пресс-конференции уделили большое внимание. Переход бизнеса на онлайн-кассы. Требования не новые, обзавестись умными устройствами. Предприниматели должны уже как полгода. Но вот пока это сделали не все. Проверки при этом у нас заканчивались в подавляющем большинстве предупреждениями. То есть мы провели более 500 проверок. Из них только 400 проверок у нас ограничились предупреждением. И порядка 100 нам пришлось применять штрафные санкции, но это были уже повторные проверки. Больше всего нарушителей по данным налоговой сфере общепита. Немало беглецов от санкций и на продуктовых рынках. Также недобросовестные налогоплательщики, считает инспекторы, препятствуют борьбе с теневой экономикой. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. 40 жителям края вручили высшие государственные и региональные награды за безупречную службу, а также присвоили звание заслуженных работников России. Церемонию награждения приурочили к Дню Конституции страны. Сотрудников из разных сфер в торжественной обстановке наградил губернатор края Виктор Томенко. Среди них работники администрации края, образования, культуры, энергетики, транспорта и медицины. Так, сразу семь врачей удостоены медали имени целителя Луки Крымского. В числе награжденных два бийских врача-инфекциониста, которые одни из первых стали работать в красной зоне. Выписано с восстановлением 577 человек. Такая вот для меня галочка, что было все не зря, потому что было достаточно тяжело. То есть, да, и начинать было тяжело, и работы было очень много, и действительно с неизвестным. И это, я рада, что это оценено. Его работами восхищались в Нью-Йорке, Пекине, а теперь и в Барнауле. В Алтайском краеведческом музее открылась выставка всемирно известного скульптора Даши Намдакова. Пороженец Забайкальского края создает национальные скульптурные композиции, которые находят отклик в сердцах людей по всему миру. Подробностью Валентина Аскеровой. Он не успел зайти в зал, и такое ощущение, что, знаете, поверил каким-то качельям, поверил скифами. Стремительность лошадей и грация кошачьих хищников. Царица, стихия, конь Маде – самые знаменитые анималистические скульптуры мастера Даши Намдакова. Художник – наследник степных культур, поэтому зрители видят всадников, воинов, лучников и образы, связанные с шаманизмом. Жители Алтая творчество Даши притягивает особенно сильно, и это не случайно. У него всегда было особое отношение к памятникам археологии, к той же самой принцессе Укука Алтайской. Очень многие элементы скифосибирского анимализма, присущие эпохе бронзового века, искусству эпохи бронзового века, которые найдены на ваших стоянках и ваших погребениях, вашего края, все это легло в основу многих-многих его скульптур. Скульптуры Даши отливают в итальянских мастерских. Вот уже больше 20 лет ими восхищается весь мир. Сам мастер посетить выставку не смог, слишком плотный график. Но его творчество, пробитное неким мистицизмом, все говорит за автора и без него. У него такой пластичный язык, очень образный, он отличный от других скульпторов. То есть это синтез такого национального, самобытного, бурятского, и вот нового какого-то восприятия. Вот эти текучие плавные формы, очень мягкие, конечно, они привлекают внимание, безусловно. И очень хотелось показать ребенку вот эту красоту в деталях. Медведь, сын Грешутка, Медвежонок я его зову. И, наверное, в этой работе я увидела, наверное, себя и его. Она, медведица, для меня это как мама, которая заботится о своем ребенке, которая сделает все, чтобы малыш был с ней. Выставка Даши нам такого будет работать в Краеведческом музее еще два месяца. Так что еще есть время у каждого напитаться творчеством и распознать в нем что-то близкое для себя. Валентина Аскирова, Алексей Фризин. День с толком. В Крае с явными нарушениями, считают зоозащитники, ведется охота на боровую дичь. К примеру, в одну из барнаульских ветклиник привезли сразу двух краснокнижных птиц. Удалось ли их спасти, а главное, почему в Алтайском крае некоторые виды пернатых теряют свой охранный статус, расскажет Анастасия Наборщикова. Подстрелен, но не убит. Журавлю нет и года, а его уже подбил человек. Для охотника этот выстрел нравственно дорогой. Серый журавль – птица краснокнижная. Сросшийся перелом кисти крыла, именно левого крыла. Это кадры из ветклиники, где латали крыло. Сегодня популяция серого журавля около полумиллиона во всем мире. В международную красную книгу внесен каждый его вид. Всего 15. Американский и японский уже под угрозой исчезновения. Уязвимое положение у африканского и индийского. А канадский, австралийский и наш серый пока вызывают наименьшее опасение. За жизнь любого животного необходимо бороться. За это время произошло самосращение, образовался консолидированный перелом. Процесс необратимый уже, соответственно, птица уже обречена на пожизненное проживание в условиях неволи. Что касаемо орлана-белохвоста, история очень печальная. Птица достаточно старая по возрасту. Отсутствуют пальцы на лапах. Либо птица попала в капкан, либо просто-напросто попала в какие-то петли. И, соответственно, пальцы у нее отгнили. Птица в крайне тяжелом состоянии. Их привезли, можно сказать, вдвоем. К моменту выхода сюжета орлан-белохвост скончался. То ли они летали бы где хотели, а то ли они летают в пределах своего вольера. В основном крылья перебитые, ну, лапки. Где-то, может быть, в капканы попадают, не знаю. Или люди у нас так ведут себя, что подбивают. Привозят раненых. Куршуны и совы – всех их постигла свинцовая пуля. Только за 9 месяцев этого года запротоколировано почти 35 правонарушений. Двое из них – подстрел краснокнижных. Сегодня за охоту на птиц вне списка предусмотрен штраф от 500 рублей до 4 тысяч. А вместе с этим и возмещение вреда окружающей среды. Например, за убитого серого журавля охотник с лицензией заплатит 10 тысяч рублей. Без лицензии – 30. Два журавля – два выстрела. Наказать охотников не всегда реально. Все зависит от вида патронов. Так, если крыло пробило пуля, то пора не можно определить калибр и вычислить злоумышленника. Если же была дробь, наказать почти нереально. Разрыв плоти рваный, и кто его допустил, можно установить, только схватив за руку на месте. Так или иначе, за жизнь пернатых стоит бороться, говорят специалисты. Если вы нашли раненую птицу, обращайтесь за помощью в ветклинику. И звоните в Росприроднадзор. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. Новогодние мечты детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, исполнят алтайские чиновники. Так губернатор Крайвик Тортаменко накануне дал старт в регионе всероссийской акции «Елка желаний». Ребята, которые требуют дополнительного внимания, дополнительной заботы со стороны государства, взрослых и так далее, в разных ситуациях, которые находятся и требуется немножко более тепло, более душевно, внестись к их мечте, к их пожеланиям. Ипатова Ксения, 16 лет. Мечтаю побывать на спектакле и попасть в закулись. Представители правительства края сняли с новогодней елки по два шара, в каждом записка с желанием ребенка. Чиновники обещают исполнить их до Нового года. В такой благотворительной акции, подчеркнул глава региона, алтайский край принимает участие ежегодно. Губернатор исполнит желание двух детей. Один ребенок посетит спектакль и побывает в закулисье театра. У второго, 13-летней девочки, появится переносная портативная колонка. Мечтаю побывать в кондитерском цехе и приготовить вкусный торт. Молчанова Дарья, 10 лет. Барнаулис Бер открыл двери театра «Кукол сказка». Это случилось в рамках его федеральной акции с учреждениями культуры. Бесплатные показы спектакля устроены для социально незащищенных ребятишек, чтобы создать для них новогоднее настроение. О том, как прошла акция, в нашем сюжете. Раз, два, три! Десятки счастливых детей и пять показов спектаклей. В театре «Кукол сказка» прошли дни открытых дверей со Сбером, в ходе которых воспитанники детских домов, центров реабилитации и школ партнеров бесплатно посетили представления. Акция была организована в честь 180-летия Сбербанка. Один из классиков сказал, что дети сразу и непринужденно осваивают счастье. А почему? А потому что сами, по природе своей, они для нас радость и счастье. И мы очень надеемся, что сегодняшние постановки принесут еще больше счастья нашим детям и нам вместе с ними. И принести детям счастье в эти декабрьские дни Сберу и его партнеру, театру «Кукол сказка» действительно удалось. В холле ребят встречал Сберкот, а уже в театральном зале они могли увидеть любимых персонажей, спектаклей «Буратино», «Волка-семера козлят», а также «Волшебник изумрудного города». Мы признательны за то, что для наших подопечных такой праздник был организован. Он поможет отвлечься от неприятных мыслей и наполнится новогодним настроением. Дети важны позитивные эмоции, ведь они помогают справляться с переживаниями, какими-то негативными моментами и прибавляют сил для достижения результата в жизни. Теперь, когда новогоднее настроение создано, юным зрителям остается лишь постараться сохранить его до самого праздника и в волшебную ночь загадать новые желания. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. И к новостям спорта. В Барнауле прошел всероссийский турнир по фехтованию памяти Владимира Феоктистова. География соревнований из-за ковидных ограничений свелась в основном к противостоянию барнаульцев и новосибирцев. Но спортивный уровень турнира по-прежнему остался высокий. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Нет, это не радость победы, а скорее выплеск эмоций, чтобы быть раскрепощенным и наслаждаться фехтованием. Такое стало возможным благодаря родоначальнику фехтования на Алтае Владимиру Феоктистову. Теперь в его честь проводят памятные соревнования. Уже 17-е по счету. На этот раз всероссийский турнир собрал в Барнауле более 100 спортсменов. Основные баталии развернулись между Барнаулом и Новосибирском, главным нашим соперником. Потому что там очень сильно развитосабельное фехтование. И если брать вообще статистику сборной команды России по всем возрастам, то там где-то 50% это представители Новосибирской области. Этот турнир – первый шаг или по-другому репетиция на пути к сборной страны. А вот уже на следующем всероссийском турнире имени четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Санислава Познякова разыграет путевки на первенство Европы и мира. Кому улыбнется удача, спрогнозировать не берутся даже тренеры. Ведь и на Барнаульском турнире результаты поединков были неожиданными. Так, прошлогодний победитель соревнований Барнаулиц Дмитрий Постоев на этот раз свои чемпионские полномочия сдал. Золото забрал новосибирец. Может потому что был физически не готов, не сильно. И картину боя начал сразу уже не так рисовать, как надо было. Поэтому и проиграл уже, провел анализ. Сделав работу над ошибками, Постоев выступил в командном зачете в качестве капитана первой алтайской команды. В итоге у коллектива золото. В финале перефехтовали сильную команду из Новосибирска. Женщины и в командном, и в личном зачете серебро. Уступили столице Сибири. Но в целом результат алтайских фехтовальщиков, отмечают эксперты, неплохой. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok